И в зной, и в холод тикают. В старые часы в центре Черепаново местная достопримечательность, которую называют сельским биг-беном, все еще обладают запасом прочности. Механизм в надежных руках. Кто следит за ним и смазывает шестеренки, расскажет Татьяна Свиридова. Редкая профессия – это когда ты единственный на три района специалист, а профессиональное сообщество – понятие несуществующее. Часовых дел мастер Вячеслав Маракулин живет и работает в Черепаново. Крохотная мастерская, в которой умещается дело жизни, не нуждается в расширении. Инструмент часовщика создан словно для детской руки. Помимо ремонта Вячеслав выполняет еще одну важную задачу. Он – хранитель времени, а точнее редких башенных часов черепановского биг-бена. Так местные жители прозвали бывшую водонапорную башню, приспособленную подчасовую. Часы необычные. Их создал мастер-самоучка. Штефан сообщает имя, выгравированное на одну из шестеренок. Даже запчасти от трактора шли в ход. Один из трех созданных Штефаном механизмов в 2000-е годы приобрела Черепановская администрация. И вот уже несколько лет часами занимается Вячеслав Маракулин. Раз в пять дней поднимается на башню, чтобы время не остановилось. Никакой сложности тут в обслуживании нет. Вовремя смазывать и вовремя заводить. Ну и голубей гонять, если они только тут появятся. Ну, один раз они у меня тут замерзли. Были все в инии. Почистил, смазал, и они опять идут. Идут и в плюс 25, как и так же тикают в минус 35. История создания часов. Механизм, словно увеличенный под микроскопом. Смотровые окошечки в циферблате. Все это делает башню истинной достопримечательностью Черепанова. У часовой башни есть потенциал, чтобы стать таким достойным объектом туристического интереса. И это то, что может по-настоящему заинтересовать и помочь посмотреть на Черепанова и открыть для себя что-то новое. Запас прочности, заложенный в часы, очень большой. Их долговечность – лишь вопрос технического ухода. При должной заботе хватит на несколько поколений. Татьяна Свиридова, специально для ОТС.